Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Разумеется, снова мы возвращаемся на финансовые рынки и следим за тем новостным фоном, который поступает сейчас на них. Поскольку каждое фундаментальное событие, более-менее стоящее, разумеется, мы стараемся трансформировать в хорошие прибыльные сделки, носящие, в принципе, учитывая наше позиционирование, всегда долгосрочный, ну или как минимум среднесрочный характер. Сегодня мы вплотную подошли к одному из самых важнейших макроэкономических событий недели, а может быть даже касательно евро и не только недели, а более длительного периода. Это заседание Европейского центрального банка, где будут, собственно, пересмотрены параметры денежно-кредитной политики, обновлена процентная ставка, хотя, опять же, забегая вперед, стоит отметить, что вероятность того, что она будет пересмотрена, меньше 1%. Но нас интересует, прежде всего, не сама ставка, а конференция, которая пройдет после этого, потому что, опять же, монетарное руководство обязательно коснется всех актуальных проблем, с которыми сталкивается сейчас экономика валютного блока. И мы, прежде всего, будем следить за намеками в связи с низкой инфляцией, предполагающими возможность запуска дополнительных мер экономического стимулирования. Но обо всем давайте поговорим по порядку. Начнем все-таки с наших привычных традиционных вступительных активов. Это нефть и российская валюта. Также не забывайте о том, что по ходу брифинга анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, также все по-старому. Нужно, разумеется, знать это слово, после этого связаться с вашим персональным менеджером и обменять это слово на дополнительные бонусы. Сегодня традиционно под важные, серьезные инфоповоды, которые провоцируют еще большую динамику, более интересные движения и повышенную волатильность, бонус также будет несколько выше, чем всегда. 8%. Поэтому советую, разумеется, им воспользоваться. Тем более, что, еще раз повторяюсь, это не просто серьезные фундаментальные события, которые нас ожидают сегодня и завтра. Это те события, которые фактически будут отличаться от прошлых аналогичных релизов тем, что напрямую скажутся на самых серьезных и ожидаемых на рынке решений. Это дополнительных мер стимулирования со стороны ЕЦБ и, напротив, нормализация денежно-кредитной политики уже со стороны американского мегарегулятора. Начнем, давайте, как я отметил, с нефти. Актуальные котировки 50.46. Вчерашняя торговая сессия снова оказалась восстановительной после, напомню, практически 10-процентного снижения днем ранее. Что касается новостного фона. Здесь, наверное, говоря про нефть, стоит обозначить самый важный вопрос, который сейчас стоит на повестке всех, кто следит за этим активом. И этот вопрос можно формулировать даже через позицию еще, опять же, мнений ОПЕК и тех, кто заинтересован в дальнейшем восстановлении цен на черное золото. Этот вопрос, стоит ли предпринимать дополнительную инициативу по формированию согласованной политики единого вектора развития, направленного на стабилизацию цен на углеводороды. Стоит ли это делать тогда, когда нет единства позиций даже в рамках самого ближневосточного картеля? Мы знаем то, что в рамках ОПЕК, разумеется, есть страны, которые весьма уязвены низкими ценами на энергоресурсы. Разумеется, постоянное снижение падения и коррекция стоимости золота черного является серьезной, скажем, проблемой для потери достаточности их национальных бюджетов. Самая острая проблема в этом ключе, наверное, характерна для Саудыской Аравии. Поэтому мы знаем, что буквально месяц назад Саудовская Аравия активно призывала представителей ОПЕК о необходимости созыва внеочередного заседания как раз о нефтяновых конгломератах, где должны были быть подняты вопросы о снижении дневной квоты производства нефти, которая 27 ноября была установлена на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Ответа со стороны ОПЕК не последовало. Точнее, ответ был. В принципе, было решено оставить все как есть и продолжить следить за ситуацией и при необходимости снова вернуться к этой теме. Сейчас мы знаем, что, еще раз напоминаю и отмечаю этот факт, есть представители странового масштаба, которые выступают за необходимость снижения объемов производства, но есть также и те, кто считает, что этого делать ни в коем случае не нужно. И одной из этих стран является Иран, который, наконец-таки, по сути, уже можно констатировать, снял с себя оковы финансо-экономических ограничений и рестрикций и, соответственно, как и обещал, готовит задействовать все производственные мощности в перспективе года, полутора, а может быть, даже и меньше, и представит на рынок прежние объемы производства, которые были характерны до 2010 года со стороны этой страны. Каждый раз, когда мы возвращаемся к перспективам нефти, мы отмечаем избыточность предложений, отмечаем низкий спрос, а также делаем ставку на тот факт, что Иран в самое ближайшее время станет еще одним ключевым игроком по производству и, соответственно, может еще больше усилить эту диспропорцию и перекосы в сторону избыточного предложения и недостаточного спроса. Производственные мощности в целом позволяют Ирану увеличить производство до 4 миллионов баррелей в сутки. Это, соответственно, с того объема, который добывается сейчас, я думаю, что это меньше миллиона. И, опять же, вчерашний комментарий представителей Ирана о том, что ни в коем случае не нужно пересматривать квоту по добыче нефти, не нужно в рамках ближневосточного картеля собственными силами пытаться стабилизировать ситуацию на рынке энергоресурсов. И Иран, в принципе, анонсировал возможность увеличения выработки, как раз, как я отметил, до 4 миллионов баррелей в сутки, может быть, даже уже к марту 2016 года. То есть, в принципе, перспектива даже меньше года. Соответственно, для нефти это серьезный негативный фактор, который лишает тех трейдеров, которые делали ставку на усиление, дальнейшее усиление позиций этого актива, каких-либо надежд на такое стратегическое восстановление, потому что абсолютно объективная сейчас оппозиция предполагает, возможно, незаинтересованность подавляющего большинства ОПЕК в организации внеочередного заседания. Поэтому следующее, при неизменности текущего фундаментального фона, сюрпризы, конечно же, могут поступить на рынке, но пока говорим на основании того, что имеем возможность анализировать. Пока оснований для этого внеочередного заседания нет, а значит, оно перекладывается, точнее, остается назначенным, как это было ранее, на декабрь 2015 года. То есть, еще на 4 полноценных месяца. Дополнительные факторы, которые нужно отметить, следя за динамикой нефти сейчас. Разумеется, вчера была среда, и у нас была возможность анализировать данные по производству нефти в рамках, опять же, Америки и статистику со стороны Американского Министерства Энергетики. Так вот, объемы, точнее, да, запасы нефти увеличились на 4,6 миллиона баррелей. То есть, в целом, можно сказать, что оценка официального уровня практически полностью повторила ту оценку, которую мы наблюдали от частного агентства АПИ. Напомню, что во вторник также статисты сообщили о том, что запасы увеличены на 7 с небольшим миллионом баррелей в сутки. То есть, рост запасов, разумеется, логично должен приводить к ослаблению позиций черного золота. Поэтому, учитывая то, что я сказал в начале брифинга, учитывая эту статистику, вчера был довольно объемлющий фундаментальный фон, который должен был стать причиной серьезной просадки черного золота. Но этого не произошло. Напротив, нефти подросла, оказалось сейчас снова выше уровня 50 долларов за баррель. Но я считаю то, что опять трейдеры несколько перемудрили, опять же, с уходом от тех коррекционных перспектив, которые присутствуют. И, скорее всего, в ближайшее время вернуться к тем затяжным, серьезным, основополагающим, ключевым, фундаментальным идеям, которые создают основу для дальнейшего снижения. Мы ждем возвращения бренда в район 45 долларов за баррель. Сроки сейчас обозначать, конечно же, наверное, не стоит, потому что, судя по последней динамике, бренд может пройти 10% в рамках одной торговой сессии, поэтому уровень 45 может быть реализован, как и буквально к концу сегодняшнего вечера, либо, скажем, на это может потребоваться еще несколько недель. Самое главное, позиционирование остается прежним, делаем ставку на снижение. Говоря про рубль, тут также все понятно. Здесь, к сожалению, либо, к счастью, в зависимости от того, какой, скажем, настрой вы испытываете в отношении российского актива, но мы делаем ставку, опять же, на ослабление и еще сохранение девалюционного импульса. Поскольку нефть позиционно будет снижаться, и к этому располагает общий фундаментальный фон, мы делаем, соответственно, такую же ставку на такое же снижение и рубля против основных конкурентов. На текущий момент актуальные цены на премаркете 66,78. Думаю, что с открытия рубль может, конечно же, еще попытаться отыграть несколько копеек у американцев, потому что основная часть прироста нефти пришлась ближе к концу торговой сессии, то есть еще не все трейдеры смогли отторговать этот фундаментальный фонд. Но я думаю, что спустя какое-то время мы снова вернемся к прежним идеям, которые продолжат толкать позиции российской валюты сейчас к очень мощному, важному и для нас такому ориентировочному сопротивлению, находящимся на уровне 70 рублей против, соответственно, доллара. Пока фундаментального фона, оказывающего поддержку российской валюты, вследствие чего можно было за него зацепиться, сказать, что рубль сможет противостоять потенциальной слабости нефти и будет трансолидироваться, скажем, в каком-то конкретном заданном ценовом интервале. Этого оптимизма, позитива фундаментального нет, поэтому отдаем должное все-таки нефти. Сейчас это главный локомотив поведения этих активов, главный катализатор, триггер и вообще стимул для движения очень слабой российской валюты. Пока у рубля, конечно же, незначительная сейчас проторговка против американца евро. Рублю дали передышку после того затяжного вектора девальвации, который имел место быть последние несколько недель. Но я думаю, что дальше, в принципе, с перспективами все ясно, и они будут предполагать еще больше ослабления. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. На рынке сейчас все фокусируются в ожидании, как я уже отметил в начале брифинга, заседания Европейского центрального банка и, что еще важнее, пресс-конференции. Мы также в последнее время активно следим за динамикой евро, обращаем внимание на общий фундаментальный фон, на статистику и особенно зацепились за слабые показатели по инфляции. В частности, напомню, что месячные показатели по-прежнему, по сути, остаются в зоне дефляционных рисков, а значит, у нас нет основания отказываться от идеи, предполагающей возможности дополнительных мер экономического стимулирования со стороны Европейского центрального банка. Но, как ни крути, нельзя отказываться от этой идеи, потому что все располагает к тому, что ЕЦБ может продолжить действовать, оставаться решительным и, соответственно, анонсировать более агрессивные действия, направленные на поддержку экономики. Разумеется, сегодня мы следим за заседанием, поскольку делаем ставку на возможные потенциальные намеки, даже вербального характера, на то, что ЕЦБ все-таки анонсирует, опять же, более агрессивный выкуп активов. Либо сообщить о том, что сентябрь 2016 года – это не окончательный период действия программы QE, после этого она может продлиться, хотя вероятность этого уже значительная. Не стоит забывать также и про комментарии представителей ЕЦБ еще на прошлой и даже позапрошлой неделе, предполагающие, что низкие цены на энергоресурсы, а мы только что сделали ставку на то, что черное золото будет еще сильнее негативить, двигаться к более низким ценовым уровням, значит, можно говорить о том, что давление на евро через потенциальные риски для показателей инфляции будет еще более объемлющим и серьезным. Против европейской валюты, еще раз напоминаю, выступает сейчас и американская валюта, тем более, что здесь мы предвкушаем потенциальное ужесточение монетарной политики, повышение краткосрочных процентных ставок и, конечно же, аргументируем эти ожидания сильными макроэкономическими данными, опять же, и США. Какой бы сектор, по сути, мы не проанализировали, не рассмотрели, там очевидное улучшение, что в целом подталкивает американца еще выше, что, в принципе, приводит к реализации длинных идей по американцу против всех основных конкурентов. Поэтому расхождение монетарных политик и ЦБ ФРС – это также еще одна ключевая фундаментальная идея, которая позволяет нам делать еще больше упор на потенциальное ослабление главного валютного риска. Наша цель пока остается неизменной, ждем движения ниже уровня 1.10, а потом, скорее всего, при определенном стечении обстоятельств и поддержке соответствующего фундаментального фона, можно будет ставить цели еще ниже. Возвращаясь к событиям, в 14.45 сегодня ставка ИЦБ, разумеется, она останется неизменной. После этого переключаемся сразу же на конференцию, буквально через фактически 45 минут после этого. 15.30 – это выступление представителей ИЦБ, где, разумеется, также будет очень много внимания уделено текущим показателям по инфляции, точнее, рискам даже дефляционной составляющей. В общем, ждем ослабления позиций евро против всех основных конкурентов. Пара доллар-японская иена. Все ближе мы к главному отчету по состоянию американского рынка труда, Non-Farm Perils этой недели, то есть числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Вчера также отчет был довольно-таки серьезным, EDP, который предвосхищает данные по Non-Farm Perils. По факту прогноз был 200 тысяч, но я думаю, что если бы мы увидели 200 тысяч или даже чуть повыше, доллар бы уже был на околоземной орбите, потому что это на самом деле серьезный триггер для роста. Но и ту статистику, те данные, которые мы видели, 190 тысяч, это также очень хороший отчет, который сигнализирует о том, что рынок труда по-прежнему восстанавливается и, соответственно, дает нам еще больше аргументов, поводов надеяться на нормализацию денежно-кредитной политики вот на предстоящем заседании в сентябре. Состоится оно 17, разумеется, сентября. Что касается дополнительных факторов, здесь также традиционно стоит обращать внимание на расхождение, точнее, на динамику американских облигаций. По факту хороших макроэкономических данных по рынку труда сейчас доходность снова поползла вверх, рост доходности американских трежерис, соответственно, также позволяет надеяться на то, что ФРС будет решительным буквально через две недели. Значит, сейчас повышенный интерес к американским облигациям, разумеется, создаёт привлекательность для инвестирования в те активы, которые номинированы в долларах, и, как следствие, это будет приводить к еще большему укреплению позиций американской валюты. Завтра у нас non-farm peril. Разумеется, в начале торговой сессии на утреннем брифинге мы коснемся, опять же, ожиданий и перспектив. Еще раз проанализируем общий фундаментальный фон. Ну а сейчас, говоря, опять же, про будущее пары доллар-японской иены, стоит отметить еще и некоторые заявления со стороны монетарного руководства уже Банка Японии. Сегодня утром состоялась конференция, где представители Банка Японии дали четко понять, что текущая программа количественного смягчения, даже несмотря действительно на значительные суммы и объемы, будет недостаточно, чтобы разогнать показатель инфляции целевому значению в 2% в перспективе года полутора. Поэтому сроки достижения целевого показателя в 2% уже отложены, по сути, до 2018 года. Я думаю, что за этот период мы неоднократно еще вернемся к возможным дополнительным стимулам со стороны Банка Японии, что в целом, так же, как и в конкуренции с евро, будет позволять нам делать ставку на очевидное расхождение и контрастность монетарных политик. Поэтому доллар-японская иена, здесь у нас ожидание повышения ставок ФРС, ужесточения монетарной политики. И со стороны уже Банка Японии возможный анонс доп. экономических стимулов. Поэтому USD иена делаем ставку на еще большее восходящее движение. Сейчас мы видим то, что этот тандем уже уверенно закрепился выше уровня 120 и сохраняет потенциал для реализации еще более интересного восходящего движения. Я думаю, что нас ждет настоящее бычье ралли. И самое главное, к нему нужно, разумеется, присоединяться. USD-кат на текущий момент 1.3262, хотя если мы откроем дневные графики, то сможем увидеть, что уровень 1.33, который также оставался в нашей среднесрочной идее после отката, снова был протестирован. В отличие от австралийца против доллара, где мы достигли нашей долгосрочной идеи на уровне 0.70, от USD-ката в плане длинных перспектив пока отказываться не будем. Потенциал для еще большего восходящего движения сохраняется. Мы ждем уровень 1.35. И, соответственно, при усилении спекуляции на тему повышения каккосрочных процентных ставок у доллара появится достаточно оснований для продолжения восходящего движения. Ну, а канадская валюта сейчас реагирует на потенциальное ослабление нефти, да и даже уже по факту на довольно слабый рынок энергоресурсов. Еще и данные по ВВП не особо-то поддержали валюту. Ну и в целом, учитывая, опять же, экономические проблемы, мы не забываем о том, что Банк Канады вполне может еще раз снизить процентную ставку в перспективе 3-4 месяцев. Поэтому USD-кат, ждем движения этих активов выше уровня 1.33 и возможное, скажем, тестирование поддержки, точнее сопротивления, значимое на уровне 1.35. Что касается австралийца, то, в принципе, как я и говорил, сейчас лучше убрать этот актив про запас. Вернемся к перспективам австралийца против доллара после non-farm payrolls, то есть в понедельник. Но я думаю, что можно будет даже поискать еще более глубокие уровни, тем более, что большинство инвестиционных банков с нами в этом ключе согласятся. По фунту также наша цель реализована 1.53, давайте посмотрим, как поведут себя рисковые инструменты по факту пятничных non-farm payrolls. И также по британской валюты обозначим новые цели уже, скажем, в понедельник, когда вернемся к определению основополагающих ценовых ориентиров по основным валютным активам. Еще раз напоминаю, сегодня главные события 14.45, ставка ЕЦБ в 15.30, это конференция монетарного руководства представителей Европейского центрального банка, где будут обсуждаться вопросы по инфляции. Если услышим намеки на доп. стимулы, евро полетит вниз и уже, в принципе, сможет до конца этой недели, в случае, опять же, реализации данного сценария, оказаться в районе 1.10. Бонус на сегодня 8%, что касается кодового слова, то это стимулирование. Разумеется, воспользоваться этим бонусом можно до следующего брифинга, учитывая волатильность, нужно, конечно же, поторопиться, потому что нас ждет конференция буквально через несколько часов. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание, ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале на YouTube, о маркетах. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...